Всем привет, дорогие друзья, с вами Никейс, и сегодня у нас будет такой небольшой краткий обзор танчика Т-55А. Поступил он сегодня в продажу, сделаем такие свои выводы, стоит ли он вообще своих денег, стоит ли он недешево, 6000 рублей. Покатаем в рандоме, попытаюсь как-то рассказать, как на нем играть, что оно себя вообще представляет. Давайте потихоньку пробежимся к снаряжению, здесь все стандартно, амуниция тоже стандартна. И по снарядам тоже. Хотел бы начать с того, что у данного танка есть такой минус, как слабое пробитие голдой, и данный минус нужно компенсировать калиброванными снарядами. Соответственно, здесь все по стандарту, в принципе, альтернативы здесь особо нету, но только вот вместо усиленных приводной водки можно поставить увеличенный заряд, но это уже такое, на любителя. Вот, давайте начинать, потихонечку пойдем в бой, я буду рассказывать про данный танчик. Что у нас тут по броне? Я покатал уже до этого немножко боев на нем, ну и плюс, когда еще тестил, тоже катал. Здесь, в принципе, неплохая броня в башне, то есть одноклассников можно танчить, если там правильно доворачивать, то есть они стоят на месте, в принципе, если не будут выцеливать нам лючки, то что-то должно отлетать от нашей башни. Ну, это, конечно же, не относится к им танкам, как Бабаха и вообще танки, да, с большим пробитием, естественно, ПТ-шки какие-нибудь. Вот, что по динамике? Динамика у нашего танчика неплохая, то есть доезжает до каких-то позиций, держит он хорошую максималку, то есть, в принципе, такой мобильный танчик, который может перекатываться, на нем не обязательно стоять на месте. Тут Бабаха, кстати, нас не пробивает, это очень интересный момент, я не светился, это блайнд был, рикошетнул от башни нашей парень на Бабахе, и это очень круто, на самом деле, потому что принимать тысячу от него я бы очень не хотел. Не пробиваем ВЗ-120, позиция у нас, конечно, не очень хорошая, здесь для каких-то прострелов, давайте попробуем здесь выцелить. Я думаю, можно уезжать, потому что особо смысла в этой позиции нету, и можно откатиться, попробовать. Вот с десяточками, ребят, на этом танке будет сложно играть, потому что все-таки из-за недостатка пробития, недостатка пробития здесь будут возникать трудности. Ну, вот, в принципе, голдой по СТ-1 нормально идет, то есть, пробуем в щечку закинуть, да. Сверху Т-57, я надеюсь, С-4 заберет СТ-1, и это будет нормально, то есть, пока здесь попытаюсь пострелять по хэвику, которые вообще не очень выгодные позиции сейчас находятся, поэтому можно прокатываться к центру и спокойно выдавать. В принципе, с десятками, когда играешь, я пытаюсь не сталкиваться с ними лоб в лоб, потому что перестреливаться это точно не выгодно для нас с ними, так как Альфа все-таки из среднего танка мы обычные, и не смог тут забрать, хотя пытался выцелить. Можно ехать, вон, по 50Бшке пострелять. Да, с десятками тяжело будет, ребят, с десятками этот танчик. Мне кажется, за такие деньги этот танк был, должен был быть, скажем так, универсален вообще, у него еще название в этом, в прямомагазине, что он универсальный. Ну вот, с десятками, с десятками тяжело, точно. Давайте заберем его. В принципе, сколько там нанесли? 2 800 урона. Ну, давайте смотреть еще параллельно на фарм, как он будет себя показывать. Смотрим. 38 тысяч нафармил, стрелял голдой. Второй по урону в команде. Давайте поехать дальше. Опять вниз списка кидает. Это не очень хорошо, на самом деле, так как танк реализовать внизу списка полностью и показать его в полной мере, это очень тяжело, но я зато смогу показать, скажем так, вот на что он способен именно внизу списка. Потому что вы должны понимать, что это далеко не имбовый танк, и на нем тяжело будет играть. Вот, как я уже не раз повторялся. Ну, давайте займем центр. Здесь попробуем сыграть такую роль светлячка. Так как до света тоже можно и дают много опыта и плюс кредиты. Поэтому давайте подсветим. Да, я вижу вот ИС-8, в принципе, можно выдать тычечку. Упокойно, на перекатке выстрел. И можно откатываться назад для дальнейших каких-то действий прострелов. Вот тут вижу леопарда, в принципе, можно еще отдать. Ну, пока картонные цели, проблем никаких не возникает. То есть леопард... А, ну вот, как раз немножко... Не так стрельнул, неправильно стрельнул, и, соответственно, улетела в угол. В ней очень хороший. Даже при таких обстоятельствах леопард может танковать. У них бабаха, в принципе, нету. Но есть 2-6-8. Давайте я попробую сагрессировать. Конечно, опасно. Но... Но нужно рисковать, я думаю. Не знаю, где бабаха... Точнее, не бабаха, а 2-6-8. Ветился. Да, здесь я не выйду, так как у Венов у нашего танка нету. И в этом плане он не очень комфортный. Ага, ну вот вижу, зато вафлю. Давайте зарядим фугасик. Он, походу, АФК, да, стоит. Да, еще закидываем на 500 фугас. Фугасы, кстати, хорошие. Вот у советских СТ-шек... Я не раз подчеркивал на своих стримах... То, что... Да, у них очень хорошие фугасы. В отличие от каких-нибудь там леопардов и СТБ-шек. Хотя, по идее, Альфа должна быть у них больше. Но... На фугасах вылетает Альфа у СТ-шек этих больше. Зачастую. Давайте подкатимся. Ой-ой-ой-ой. Здесь немножко... Не туда мы заехали. 2-6-8 нас подлавливает. Я получаю не очень нужный урон. Надо отступить назад. В принципе, сзади вон там есть С4. Есть по кому пострелять. И... Еще хочу отметить то, что я в этом бою еще не использовал голду. Ну вот сейчас, видимо... И вот тот момент, когда нужно это делать. Что здесь надо в НЛД-шку ему закидывать здесь как-то. Да, в НЛД заходит. Не знаю, ББ-шка бы заходила или нет. Но я на всякий случай... Кидаю на Верочку, скажем так, и... Нормально залетает. Да, вот сюда ББ-шку. Плюс он меня еще как-то не пробил. Это очень странно. Может, в башню улетел снаряд. Плюс в башню заходит, коммунитив. Спокойно. Спокойно. Надо помогать здесь с 268. Так, немножко не попал по кнопке. Ладно. Надо поджиматься, потому что у них точки, в принципе. Да, у меня не летит. Наверное, надо ехать на ИСА-4. Как можно быстрее, потому что здесь можно и отдать победу так. Давайте полетим на него. С 4КД и по очкам. Конечно, они очень хорошо лидируют. Да, он у нас не пробивает борт. Мы должны его забирать. Следующим выстрелом. Да, у нас еще 268 прокидывает. Не пробиваем каточек. Это плохо. Хоть пробиваем. Блин, надо лететь быстрее, как можно быстрее. Либо встать на точку Б. На точечку Б. Желательно, чтобы он встал. Я не знаю, успею или нет. По идее, шанс успеть есть у меня. Да, я успеваю. Но, надеюсь, он не попадет по мне. Да, я успел как раз под конец. Встать на точечку Б. Так, даем прострел. Точку захватываем. Все хорошо. Еще даем выстрел. Желательно, чтобы он не убил его, потому что отлично, мы уже победили. Я его забираю. Идеально. По точкам успели. То есть, потный бой. Потный бой. Второй получается. Берем мастера. Ребята, это отдельный лайк от вас. Потому что я постарался, взял мастера. В таком мини-отборе, да. Обзоре, точнее, извиняюсь. За ошибочку. Ладно. Давайте третий бой. Я надеюсь, попаду в топ. Попробую как-то реализовать полностью танк. Но вообще, в этом бою он вел себя идеально. Но все равно. Все равно, без наличия каких-то УНов на этом танке тяжеловато было разбираться. Но при должном везении, все сложилось хорошо. Давайте третий бой сыграем. Он как раз в топе. И уже будем подводить итоги. Вообще, мое личное мнение, мне танк нравится. Мне танк нравится. Но игроку со средним уровнем игры, то есть, допустим, от 50 до 60% побед, на этом танчике будет тяжеловато играть. Это тоже мое личное мнение. Ну, вообще, вы должны видеть. То есть, если вам нравятся танчики, которые чем-то могут потанковать, топи, в принципе, играбельны. То есть, нагибают. То Т-55, а это ваш выбор. Ну, это есть ли у вас, есть, конечно же, лишние там деньги. А если у вас нет, то нет. В этом проблем нету. Давайте попробуем прострелить. Нет, его там нету. Давайте адреналинчик. И, может быть, вот сюда попадем. Даем нас у третьего. Он вообще не понимает, откуда летит. Выстрелы. Давайте еще. И Центрюон внизу засветился. Ну, там видно немножко край, но не попадая. Так. Не знаю, может, сагрессировать, но попробую. Там не видно. Наверное, сагрессирую немножко. Извиняюсь, это у меня уведомление. Я извиняюсь. Так, ладно, поехали на Батчата. Вот опять же, я придерживаюсь такого стиля игры. То есть, я особо не лезу на рожон. И это что? Это очень интересный молодой человек. Не знаю, что он делает. Видимо, он потерялся. Я надеюсь, он мне не выдаст тычечку. Да, он мне выдает. Это очень неприятно. Но мы забираем фуловый танк. И можно ехать на Батчата. Батчат. Да, фугасики очень хорошие. То есть, за три выстрела сбрели борща. Это очень приятно. 525. Еще и Альфа проходит фугасом. Давайте еще, может, выдадим в пиксель. Нет, я его не вижу. 804, мне кажется, да, справляется. Давайте поедем на Тапка. Разберемся с ним. Зайдем ему в корму, потому что лоб-лоб с ним. Радость. Тут он. Корму еще и не пробиваю. Да. Здесь еще и Центурион. Немножко не в тему. Да. Быстро вертится. Это очень комфортно. Что Танечка не слоу-почный. Мне нравится динамика. 3500 выдали. И, в принципе, да, его забирают. Ну, неплохой бой. Средненький такой совсем бой. Может быть, еще, если получится, заберу этого парня. Да. Даем 3800 и будем подводить какие-то итоги. Давайте посмотрим, вообще, что там по фарму. Сколько мы нафармили? 63000 фарм. Ну, неплохой, скажем так, неплохой фарм. Здесь сколько нафармили? 55000. Ну, вот при стрельбе голдой он фармит... В принципе, фармит он... Ну, средне. Он не должен по факту фармить. Главное, что он не уходит в минус. Это лично мое мнение. В общем, ребят, мне танчик понравился, но не буду вам советовать его. Не буду советовать, потому что данный танк не для всех. То есть не подойдет не всем. Если вам нравятся подобные... Подобного типа танки, то, конечно, покупайте. Если не нравится, лучше не надо. Вот. На этом буду заканчивать, ребят. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите свое мнение о таких обзорах в комментариях. Понравилось, не понравилось. Я обязательно все прочитаю. Аргументируйте, если можете. Ладно, ребят. Всем огромное спасибо еще раз за просмотр. Всем пока.